104 килла, друзья, нам еще остаются 23 килла, 3 с половиной минуты есть, мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы набивать больше киллов, чем это сделал Ваня. Так, Твинтика разбираем шикарненько, отличненько, давайте громико быстренько, КД у меня, к сожалению, потому что отключает, куда рассотник, видимо, Тесла, та, которая у меня цепанула молнией, ну и идем дальше, 108 киллов, Теслу хорошо сливаем, Твинтика бы отличненько раздамажить, остается на 0 хп, было бы отлично под себя этот килл забирать. Так, давайте хотя бы одного, либо второго разберем, хорошо, одного разбираем, второго разбираем, шикарненько, и Зитка с резистом неприятно, поэтому давайте попробуем по Жиге, шикарненько, по Тесле бы еще, наконец, шикарно, просто, всех разбираем на своем пути, шестерых разобрали, вот это да! Друзья, приветствую всех на канале, с вами Моралхиро, и сегодня на очереди видеоролик, в котором сыграем в праздничном режимчике, а именно в форматике ДМ, в котором я постараюсь набить достаточно многих лов, потому что это в этом режиме возможно. И в первую очередь, конечно, меня сподвиг тот самый видеоролик на канале Ванька, мистера Ваньки оставлю в описании ссылочку, можете посмотреть там, где он набил в этом праздничном режиме 127 килов за 15 минут, друзья. Игра не на Джиггернауте, игра на Диктаторы, Молоте, Штурмовая Кассета, которую, в свою очередь, я также предпринимаю и беру, но я посчитал нужным взять именно Викинга вместо Диктатора, которую, как раз-таки, Ваня, в свою очередь, использовал. Что из этого выйдет, мы сегодня узнаем. То есть, моя задача набить как можно больше килов и постараться, конечно же, перебить циферки, которые успел себе набить Ванек. Ну и заодно, конечно, вы, в свою очередь, друзья, поддержите видеоролик пальчиком вверх, также, если впервые на канале, подпишитесь и прожмите колокольчик, ну и заодно в комментариях, возможно, напишите, получится ли у меня это. Или Живаня, в свою очередь, был достаточно неплох и показал достаточно крутые результаты по итогу этого матча. Ну что же, давайте, наверное, начинать, потихонечку будем фокусироваться на игру. Карта замечательная, почему? Потому что я, в свою очередь, уже сыграл пару матчей, да, попытки были, в мою очередь, сыграть в этом режимчике, но, к сожалению, я кидал на большие карты, на которых, кстати, я набил немало килов. У меня получилось, по-моему, около 110 или около 120 килов, в зависимости от боя. Думаю, что, если не забуду скриншотики на экране, вам прикреплю тех матчей, в которых я уже успел сыграть. То есть, моя задача, конечно, сыграть либо же на этой карте перевальчик, либо же на ферме, но раз перевальчик нам сегодня падает, то на перевальчике мы будем вместе с вами крышить. Как минимум, противник уже улетает просто на урай. Кстати, голды, голды падают часто, и на голдах, мне кажется, можно очень знатно противников наших отвлекать. Ну вот реально, потому что на этих контейнерах, которые будут падать, можно набивать большое, реально, количество килов. Чем мы будем вместе с вами заниматься. Хайден, огромнейший привет ребятам, которые вместе с нами врываются. Плохо, конечно, почему? Потому что тогда мне придется, наверное, Хайдена поменьше трогать, поскольку ребята свои, которые, скорее всего, нам не будут мешать. Ну и в целом, это может повлиять на итоговый результат нашего боя. Как минимум, я пока что обращаю внимание, что есть у нас несколько оппонентов, в которых очень просто сливать. Это Мамонда, который, по-моему, Дашку с респа не прожимает. Тот же, возможно, Хантера Твинс и Викинга Жига, которые вообще улетают по просто с трех тысячек. Даже Ганда Фризик улетает, который прожимает расходники. Но на вполне этого молота хватает для того, чтобы их крушить и уничтожать. И также в этом режимчике немаловажная вещь. Это, наверное, многие обратили внимание, то, что отсутствуют овердрайвы. Да, те самые овердрайвы, которые в некотором плане не дают полноценно тебе реализовать возможное вооружение. Особенно с молотом штурмовая кассета, на котором вы понимаете, что с Викингом особо под овердрайвы преимущества ты не получаешь. Даже в некотором плане ДПМ твой понижается в плане урона в минутку. Поэтому в нашем случае сегодня даже этот форматик очень на руку должен нам сыграть. Ну и, конечно, наша итоговая цель это как минимум 127 килов за матч. Я целенаправленно как раз-таки сейчас направлен на то, чтобы этот рекорд побить. Поэтому, друзья, меня, как говорится, и не остановить. И заодно узнаем по итогу боя, можно ли этот рекордик, возможно, побить и даже с небольшим каким-нибудь, возможно, даже отрывом. Потому что если у нас это выйдет, я пока что в этом, честно говоря, даже и не сомневаюсь. Потому что 33 килла, друзья, уже 33 килла за 4 минуты. И примерно нам нужно набивать, по-моему, по 8 киллов плюс-минус 8-9 киллов за минутку. Да-да, друзья, вот такие у нас цифры безумные. То есть некоторые ребята, наверное, ну, может быть, в течение матча набивают 20-25 киллов, иногда и меньше. А я планирую 8-9 киллов набивать за минуту, что у меня, в принципе, пока что и выходит. Кстати, небольшой такой есть баг, да, с как раз-таки градиентом. И на вашей джеске. У меня почему-то вместо джески просто цвет градиента. И также прямоугольник. Не знаю, почему так и работает в нашей игре. Видимо, какие-то опять недочеты, баги. Но мы продолжаем разбирать наш оппонента. Неприятная жуйка, которая, конечно, имеет резистик. Но хотя бы мы попытались разобрать. Но при этом я, к сожалению, успел воспользоваться аптечкой. Но окей, голдики падают прямо от души. Потому что у нас в этом режимчике голды повышены. Тем самым, конечно, очень, если противник будет на них отвлекаться сильно, то мы можем, наверное, этим пользоваться. И, как минимум, на голдах попросту набивать нужное количество килов, друзья. 39 килов. Это, получается, за треть матча. В сумме, если мы умножаем на 3, получается 120. То есть, маленечко все же от цифр, которые Ваня набивал, я отстаю. Но мы только начинаем. Только разогреваемся. И если сейчас все пойдет, как я задумал себе, то, наверное, у нас, может, что-то из этого выйдет. Как минимум, постараемся и попадаем. Потому что, как минимум, подобные результаты, когда кто-то набивает, когда есть игрок, который не хуже тебя далеко играет, иногда даже и того лучше, это очень сильно мотивирует что-то подобное, друзья, повторите. Возможно, в свою очередь, если вы игрок толковый, у которого есть, во-первых, прокачанный гаражик, во-вторых, конечно, подобное устройство, потому что до сих пор его не понерфили, попробуйте, набейте, и, возможно, заодно подеритесь в комментариях, что у вас из этого вышло. Так, твинтик и быстренько разбираем. Это, конечно, под резистиком неприятно. В таком случае можно даже найти оппонента, которому можно переиграть быстрее и шустрее, да? Просто потому, что наши некоторые ребята с респа не вызывают как минимум дашку, либо просто, поскольку тут в этом режимчике, друзья, дронов же тоже нет. Не забывайте, что мы играем без дронов. То есть этот мод даже без дронов крушит нашего оппонента. Особенно, когда противник прожимает ту самую заветную дэдэшку. Просто крушит и уничтожает. Трейк разобрали, шикарник. А еще диктаторы. Великолепник, а твинтика можно. Ты видишь, как кто-то, к сожалению, добивает. Давайте Громика хотя бы уничтожим, потому что когда килы подсасывают, не сильно приятно в таких моментах оказывать. Так, ну просто. Ну, по-моему, пока что мы идем на какие-то реально безумные рекорды, потому что 8 минут до конца. У меня уже 58 киллов. На голде, кстати, кого-то еще подамажить. Можно шикарника одного разбираем. Громику немного накинули диктаторы. Пока без дашки разбираем шикарника. Голдик еще на халяву забираем просто. Ну и Жигу тоже подамажить неплохо было бы. Но, к сожалению, у двоих наших игроков есть резистики. То есть, на самом деле, карта очень неплохая, потому что резистов не так много от моей пушки. А поскольку, когда я карал на больших картах открытые, там, кстати, очень много резистов было от молота. Так, Хайден, прости. Но, к сожалению, в моем случае я иду на рекорды. Поэтому мне нужно как можно скорее находить оппонента и уничтожать. Было бы, конечно, отлично, чтобы, может быть, возможно, Хайден даже вышел с картой. Почему? Потому что я друг другу... Точнее, я буду ему, конечно, в этом случае мешать. Сливаю его. Если мне какие-то тоже перед ним стоят задачи набить какие-нибудь, возможно, киллы. Может быть, просто поиграть на голдике. А мне нужны прям по максимум киллы. Фармовой, которую я могу забирать раз за просто шаг за шагом. Так, ну, вроде как иду очень даже неплохо. 68 киллов, друзья. Мне кажется, некоторые из вас даже и такого количества киллов не набивают за весь матч. Мы только сыграли половину. Но это, конечно, в первую очередь молот. Молот, который просто имба. Нереальная имба, которая уничтожает. Раз, одного уничтожили, второго уничтожили. Там, третьего сейчас громенько попробуем вместе с вами разобрать. Шикарненько. Твинсик обычный, пока он стоит как раз-таки без брони. Ну, и зитку было бы тоже отлично добивать. Шикарно, просто. Шестерых, да, за рез, по-моему, уничтожаем. Рикошетик еще бы подамажить. Мамонта быстро, пока он без брони. Еще твинсика зацепить. 0 хп остается твинса. Хорошо, добиваем. Просто 76 киллов, друзья, уже. Мне кажется, это уже как минимум точно неплохие цифры. И они говорят о том, что, наверное, шансы имеются на то, чтобы перебить цифры, которые набил Ваня. Не знаю, Ваня целенаправленно набивал те самые цифры. В плане того, чтобы поставить какой-нибудь определенный рекорд, да. Потому что видеоролик я ведь не смотрел, только забежал под конец премьерах. Там, где он набил уже как раз-таки итоговый результатик. Но если же Ванек был как раз-таки целенаправлен на рекорд определенный, да. На большое количество киллов. То, если мы перебьем, это будет прям то, что мне нужно. Ну, и дальше посмотрим, что это за этого выйдет. Потому что мне такие темы интересны. Особенно такие некие челленджи, да, между друг другом. Когда один показывает неплохой результатик. И второй пытается как раз-таки что-то с этим сделать и показать гораздо лучше. Потому что игроков реально мало, которые что-то подобное снимают. Возможно, подобным делятся. Но и в целом пытаются что-то реально подобного характера сделать в нашей игре. То есть набить какой-нибудь рекорд в плане киллов. Набить какой-то определенный рекорд в плане опыта, возможно, кристалликов. А это, как минимум, меня лично мотивирует на какие-то определенные поступки. В плане, возможно, попытки перебить это все. Поэтому не отвлекаемся, друзья. Я думаю, что продолжать будем сейчас набивать. Мы хоть и сейчас уже 86 киллов имеем. При этом не так уж и много раз я погиб. Но нельзя останавливаться. Потому что 5 минут остается. Все, что угодно может пойти не так, как я, возможно, себе задумал. И, может быть, ребята переоденут какие-нибудь те же рейдисты. Хотя в этом бою я вот не знаю, кстати, переодеваться можно или нет. Если же переодеваться нельзя, то, по-моему, шансы есть у нас. Если такими темпами будем продолжать идти, наверное, побить. 90 киллов уже есть. Мамонта было бы отлично слить, который прыгнул. К сожалению, не выходит. И меня просто Тесла добивает. Кстати, Хайден, спасибо огромнейшее, что вышел с карты. При этом к нам заходит та самая Тесла, да, которую меня сейчас уничтожает. А, РС Тесла. Попробуй уничтожить еще на этом корпусе. Тяжелым, конечно, бездорона будет потяжелее. Но будем в некоторых моментах стараться. Мега голдик просто падает на карте. Я голды не буду забирать. Но урон мы точно, однозначно ребятам покидаем. Попробуем дополнительно хотя бы киллы под себя забрать в этот промежуток времени. Ну и давайте, наверное, дальше искать какую-нибудь попроще цель. Хотя бы того же мамонта разбираем. Хотя вроде тяжелый корпус. Но разобрать у нас получается гораздо проще. В центре там пару ребят еще гоняется. Попробуем сейчас также зацепить рикошетика. Хорошо. И, к сожалению, с резистиком попробуем огнеметку накинуть. К сожалению, так много не залетает еще раз урон. Ну и давайте попробуем кого-нибудь добить. Как минимум хорошо одного добиваем. Громик, к сожалению, уже оказывается с РСП с полным здоровьем. Поэтому в таком случае не выходит. Кстати, голды просто реально часто падают. Посмотрите, один голд летит, второй голд за моей спиной. Там еще эти трилистники, да, которые ресурсы золотой лихорадки вам бы точно лишними не были. Поэтому в вашем случае, друзья, заодно напишите в комментариях, кто играет в этом форматике. Поделитесь своими результатами. Ну и заодно, возможно, ловите ли те самые трилистники. Потому что что-то они как-то тут часто падают. И обычные голды, и трилистники, и мега голды. И какой-то даже некий можно спаси гол. Делайте с таким молотом. Потому что реально каждый погибает по щелчку пальца. 104 килла, друзья. Нам еще остаются 23 килла. 3,5 минуты есть. Мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы набивать больше киллов, чем это сделал Ваня. Так, ты видите, разбираем шикарненько. Отличненько. Давайте громикобыстненько. КД у меня, к сожалению, потому что отключает тут расходники. Видимо, Тесла-то, которая у меня цепанула молнией. Ну и идем дальше. 108 киллов. Теслу хорошо сливаем. Те, видите, как бы отлично раздамажить. Остается на 0 хп. Было бы отлично под себя этот килл забирать. Давайте хотя бы одного, либо второго разберем. Хорошо, одного разбираем. Второго разбираем. Шикарненько. Изитка с ризистом неприятна. Поэтому давайте попробуем по жиге. Шикарненько. По Тесле обычно, конечно, шикарно. Просто. Всех разбираем на своем пути. Шестерых разобрали. Вот это да. Вот это, конечно, я понимаю. Молод. Штурмовой косе, друзья. 116 киллов. Мне остаются 11 киллов. И у нас еще 2 минуты 43 секунды. Этого, мне кажется, хватает наверняка. Давайте, наверное, даже попробуем больше набить киллов. Как минимум каких-нибудь хотя бы 140, если выйдет. Потому что 23 килла. Если даже по 8-9 киллов за минуту набивать. Вполне, друзья. По-моему, спаси гол, да? Давайте спаси гол сделаем. Сейчас быстренько диктатора. Берем шикарненько. Диктатор подъехать не может. Но Ароса я уже не салю. Тем более, два противника рядом. Я просто всех не переиграю. Шикарно. Просто. Это, конечно, нечто, друзья. Этот молот. За который я прям не нарадуюсь. Потому что потратив. Да, конечно, не маленькое количество анкоинов. Поскольку мне с фракцией не повезло. Ну, я получив ее, просто играю как ребенок на этом молоте. Ну, это реально. Потому что молот дарит те самые эмоции. Ради которых мы в игре играем в первую очередь. Ради того самого удовольствия и досуга. Который проводим в этом проеке. 129 киллов, друзья. Уже я перебиваю тот самый рекорд. Ну, в некотором плане. Количество киллов, которое Ваня набил. Да, в своем случае видеоролики. На которые как раз таки оставляю ссылочку в описании. Поэтому посмотрите, тоже возможно поделитесь своими впечатлениями по поводу игры Ванька. Потому что он играл на диктаторе. Хотя в нашем случае, поскольку нету овера. В принципе, корпуса то подобно друг другу. Потому что и количество, и на хп. Но, в целом, мне кажется, в некотором плане у диктатора есть преимущество. Если отыгрывать как раз таки от края зоны. Да, когда в центре ты прострелить можешь за счет высоты корпуса. Но в моем случае я предпочитаю играть как можно ближе к цели. Тем более, наш же молот в первую очередь ближнебойный. Наподобие того же, возможно, фреза и огнемета. Поэтому диктаторе, честно говоря, большого смысла не вижу. Тем более, он достаточно высокий. В некотором плане даже его проще прострелить. Минута до конца, друзья. 136 киллов. 25 смертей. Это просто. Это нечто. Мне интересно, сколько мы по итогу кристалликов вместе с вами заработаем. Давайте попробуем 140 набить. 4 килла остается. 4 килла, и будет 140 киллов, друзья. Зидка не самая приятная с рейсами, которая против нас в этот матч попалась. Давайте Хантру быстренько. Точнее, Круседру не кидаем. Хорошо разбираем. Давайте Громику хорошенько разбираем. Давайте Жиги еще накидаем. Хорошенько разбираем. Было бы еще Зидки шикарненько. Четверик разбираем. Еще Ароса Тесла. Ну и, к сожалению, который мне цепляет. 141 килл. Неплохо. Мне нравится. Это реально то, что я хотел от этого матча. У меня по итогу выходит. 20 секунд до конца. Давайте еще раз немного поненакидываем. Хотя бы по Тесле, которая. Но, к сожалению, броню используются Респа. Поэтому не получается ее убить быстренько. Так как мне, возможно, хотелось. Потому что в этом режимчике нет унизимости. Это как раз таки позволяет нам набивать подобные рекорды. Одного сливаем. Быстренько Мамонта шикарно. Диктатору шикарненько. Еще бы хотя бы одного противника найти. И одна секунда конца. 100, друзья. Сколько у нас там киллов? 17 тысяч опыта. 13 тысяч кристалликов. 145 киллов. В этом режимчике просто игра не на Джиггернауте, а на Моте со штурмовой кассетой. Набили даже больше, чем я хотел. Если бы 150 было бы, друзья. Это просто... Я не знаю. Мне кажется, я на Джиггернауте столько киллов не набивал. Да и не вспомню, когда набивал реально такое количество киллов. В своем случае, в последнее время. Поэтому, друзья. Как всегда. Вы, в свою очередь, обязательно поддержите активность в виде ролика. В виде патчика вверх. Это цифра, которая как минимум говорит о том, что я перебил рекорд Ванька, который набил 127 киллов, напоминаю. Но, если же Ваня захочет, Ванек, тебе огромнейший еще раз привет. Побить, возможно, мой рекордик. И при этом поделиться своей аудиторией теми самыми цифрами. То, как говорится, welcome. Мы ждем от тебя контентик. Поэтому, друзья, переходите. Ссылочка есть в описании на Ванька. Обязательно подпишитесь тоже. И, возможно, посмотрите, кто опустил видеоролик от него. Благодаря которому, как раз таки, подобный ролик от меня уже появился на нашем канале. Ну, и также, если впервые были видео на канале, не забывайте подписываться и прожимать колокольчики. Ну, а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну, и до скорых встреч.